Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1966 года, воплощенная на Земле. Один, два, три. Нашла. Отлично. И Наталья выходит из своего биоробота. Один, два, три. И силами его намерения все копии, все голограммы, все чужеродное, что может находиться в биополе или вокруг него, притягивается сейчас к тонкому телу и становится рядом. Один, два, три. Да, будет так. Атаки есть. Ну, она вышла вся синяя что-то. Тонкая копия вышла. Только копия. Больше ничего нет? Нет, ничего нет. Отлично. Защищай биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Бери ее в защитный скафандр на период сеанса и поднимай в комнату диагностики. Один, два, три. Мы здесь. И мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли Наталья к диагностике. Доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? Один. Да, доверит. Хорошо. И. Так, опиши, как она выглядит. Считай ее энергетику и частоты до начала сеанса. Но в ней дракон синий. Он шевелится весь. И силам его намерения этот дракон притягивается в клетку тюрьмы и становится заложником. Один, два, три. Он будет нам мешать работать. Он огромный. Пофиг. Так, и силам его намерения уменьшает дракона в два раза. Один, два, три. Давай мы ключ поставим. Давай. И сейчас в твоих руках, в моих руках появляется ключ дракона. Один, два, три. Активируем его. Он присмирел. И появляется в моих руках печать дракона. Один, два, три. Включай ее на полную мощность. Говорит, кто ты. Я пришел тебя уничтожать. Ты паразит зашел в тело и убивал человека. Замер в клетке, значит, три. Один, два, три. Хорошо, Вера. Давай, начинаем. Он говорит, я с ней договорился. Ты ни с кем не договорился. Ты обманул. Я тебе это сегодня докажу. И если ты мне солжешь, хоть один раз, не отвечая на мои вопросы, ты уйдешь по частям на свою чистоту. Считай цифры над его головой. Один, два, три. Сколько голов? Две. Считай цифры. Три тысячи пятьдесят три. Тысяча двадцать восемь. Хорошо, все. Я сегодня достану контракт. Я посмотрю, как ты ей, что ты ей пообещал, что ты ей дал, что она получила за это. И что ты получил. И потом поговорим с тобой о законах мироздания. Ее получила. Хорошо, отлично. А я сегодня получу-то одну голову твою. Мне нравится старая голова за три тысячи пятьдесят три года. Вот это мне нравится. Я сегодня оставлю себе на память здесь. Музей сделаю. И направляю на него. Даю мощнейший удар. Сто тысяч герц. Получи. Не бей. Я всех найду паразитов сегодня. И вы заответите за эту боль, которую вы, Наталья, причинились. Так, замер в клетке, не может двигаться. Не может говорить. Так, поехали дальше. Включаем скэнер. Значит, три, один, два. Подожди, пока от него информация идет. Он ей сказал, что она лечить может. Будет, если она ее опустит. Людей. И? Он ей даст энергию, которая она сможет лечить людей, помогать ей. И скажи мне, дракон, в каком ты образе предстал перед ней? В образе дракона синего с двумя головами? Нет, цветово показывает. Вот видишь. Вот видишь. Ты на лжи сейчас сказал, что ты заключил контракт. Ты просто интерферент. Обыкновенный интерферент, который мы выловили сегодня. И мне твой возраст по барабану. Я видел 8 тысяч лет уже драконов. И выше были уже. И они все тут маленькие стояли на коленях. Ты не знаешь, какая у нас сила в руках. Я тебе сегодня ее продемонстрирую за твой обман. За столько лет, сколько ты сидел в ее биополе? Один, два, три? Сперва было 15, сейчас идет 8. 8 лет ты сидел. Хорошо, Верочка, давай. Так, все, я не хочу больше от него никакой информации получать. Поехали дальше. Включаем сейчас на счет 3 скэнер. Один, два, три. И скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. И датчики притягиваются силами его намерения в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. Скэнер начинает сканировать. Проявляется все. Николай подсвечивает. Наталья подсвечивает изнутри. Она не может подсвечивать. Пока у нее сидит арахноид. Два арахноида. Нет, два инсектоида у нее. Оранжевые и желтые тела заняли полностью они. Понятно, хорошо, я понял. Команда смертников пришла сегодня. Черт у нас. Вышел с красного. В клетке он. Да. Арахноиды. Инсектоиды дальше. Арахноид есть у нее сверху сидит на голове. И арахноид, он еще не в клетке? В клетке. Отлично, хорошо. Так, черт, арахноид, два инсектоида, этот синий дракон. Дальше. Как будто не хватает. Значит, сначала сверху, я как их вижу в клетке, у нее арахноид. Дальше идет дракон, который три тела скрутил между собой. Дальше желтая и оранжевая. Занимали два инсектоида жирных, огромных. Черт. Значит, получается, у нас четыре канала. Да. Кого-то не хватает в этой команде. Черт. Считай цифры над головой. Один, два, три. Четыре. Черт, молодой. Хорошо, черт. Хочешь живым уйти отсюда? Остальные не уйдут. Он растерянный. Ты растерянный, правильно ты делаешь. Поэтому ты сейчас очень хорошо подумай перед тем, как отвечать на мои вопросы. Ты будешь кооперировать или нет? Ты будешь отвечать на мои вопросы? Ну, кивает. Теперь скажи мне, кого здесь не хватает? Кого еще в клетке не хватает? Кто еще находится в биополе? На нее показывает. На кого? На Наталью. У нее на красном теле, как накидка такая. А-а-а. Космический. Это беса накидка. Беса. Твоя накидка была? Это бес? Какой он бес? Он черт. Нет, у нас кроме черта есть еще. Вот так вот. Нижний тот. Небес он, демон. Отлично. Вот я тебя и достал, красавчик. Считай цифры над головой. Один, два, три. Семнадцать. О, семнадцатегерцовый демон. Вот мы и... Я же тебе говорю, как будто не хватает. Теперь мы... Так, а где он прятался? Ну, вот он за этой накидкой делал ее как красное тело. Он сейчас накинул ее на себя. Как власть. Понятно, что на себя. Демон, ты знаешь, куда ты попал? А? Демон. Ты будешь отвечать? Он меня рассматривает. Я ему сейчас... И в моих руках появляется энергия царя Соломона. Значит, три, один, два, три. Он говорит, я тебя знаю. Ты меня знаешь. Значит, ты тогда знаешь, что тебя ожидает. Эта энергия входит в меня. Один, два, три. Итак, я тебя слушаю. Он говорит, давай договариваться. С тобой? С тобой о чем? Ты сидишь в клетке. Тебе можно было договариваться до этого. Сейчас уже все. Время вышло. И для тебя, и для черта. И для всех присутствующих здесь, должен понимать, что тебе надо очень хорошо подумать перед тем, как мне что-то предлагать. И в любом случае, мой ответ будет нет. Потому что ты не в состоянии мне что-то предложить. Я здесь требую, я не торгуюся с тобой. Человек сегодня объявит о своих свободах. У тебя есть контракт с ним, демон? Как ты зашел? На каком основании? Я слушаю. Контракта нет. Ну так ты беспредельщик просто. Зашел без контракта и еще пытаешься со мной договариваться. Зашел он на эмоции. Какие эмоции? Как долго ты сидишь в этом теле? Поехали. Год. Я тебе сегодня объясню, что такое эмоции. Год. Хорошо. За какой ток энергии ты был ответственен? Черт с тобой пришел? Ты его привел? Да. Какая ваша цель была? Кушать эти эмоции. Растить лярву. Для этого ты пригласил черта, чтобы он эту всю работу делал, да? За какие боли ты был ответственен вместе с чертом? Эмоции. Как ты вообще? Эмоции на слезы выводил. Покажи эту ситуацию, когда ты вошел в ее тело. Один, два, три. Вера, посмотри. На слезы и зашел. На слезы. Она плакала и он зашел, да? Да. Наталья, вы сейчас слышали, что вам сказал демон. На слезы и зашел. А плакала она дракона. А плакала она дракона. Вот. Вот как? Как? Пусть мне кто-то объяснит. И инсектоиды. Вот эти паразиты, одни вытаскивают энергию, человек плачет, у него все болит. И тут приходишь ты. Вот объясни мне с этой точки зрения. Это уже, ты знаешь, это на бесовском уровне, это какая-то подлость. Я не знаю. Если бы человек там орал матом, если бы он там драться лез, если бы он там насильник был какой-то убийцей, я вообще-то еще понял. Твоя чистота. Она не от боли плакала, она плакала от эмоций опять. Опять он мне показывает. Какие эмоции? Ну, грубо говоря, ее жизнь ее не устраивает. И вот куча все собирается, она плачет. Хорошо, ладно. Поехали дальше. Так, обращайся к арахноиду. Арахноид, как долго ты сидишь в этом теле? Как зашел? Значит, зашел он по паутине. Где? Здание какое-то показывает. Высокие потолки, и вот он там перемещается по паутине. Серый такой. Как долго он в этом теле находился? Пять лет. Пять лет. Кошмар. Пять лет с арахноидом. Я 15 жил, я могу подтвердить. Это такая мигрень, это такая головная боль, что это просто непередаваемо. Вот этот вот паучок, боровичок, это доставляет. Так, демон, я понял. Так, обращаемся к этим двум инзиктоидам. Ребята, а вы не офигели вдвоем приходить в биополе, а? Ты еще жену свою притащил туда, да? Инзиктоид. Они сделали, ну, в общем, ее, вот эти биополи, два биополи они заняли. Нормально. Они очень подходят им. Инкубатор есть? Да. И ты мне сейчас скажи, что вы хотите жить. Не только жить, но и забрать. А немного ли это? А немного ли это? Ничего не давая взамен. Ты должен это так понимать, инзиктоид. Я вторгаюсь в твою жизнь. Я становлюсь паразитом. Залажу в тебя. Привожу к подругу. Мы там обустраиваемся. Делаем деточек. И потом ты меня еще находишь. А я тебе говорю, подожди, подожди. Я еще хочу вот это все забрать. И еще живым уйти. Как ты это себе представляешь? Он нервничать начинает. Правильно он делает, что он нервничает. Потому что у меня в моих руках появляется сейчас шар от мана. Один, два, три. Слушай, какие-то инзиктоиды, они на жуков похожи. Вот у них сзади как крылья открылись, как у жуков. А ну-ка, сними все маски и голограммы. Снимается все маски и голограммы. Один, два, три. Что вы за инзиктоиды такие? Если не хотите проглотить шар от мана, отвечайте. Убираю шар. И так. Такая разновидность. Они такие, ну как круглые. Лапы вот эти сбоку. Это жуки больше, да? Как майские жуки, да. Ну у нас есть такой на фотографии один. Мы видели такого уже. Понятно, хорошо. Так, с какой вы цивилизацией? Инзиктоиды. Из какого вы созвездия? Ну, опять говорят, инзиктоидов. Где это созвездие инзиктоидов? Такого созвездия нет. Из созвездия Ориона, из созвездия Лебедя, из созвездия Тельца. В какой галактике? В какой галактике вы пришли? Из какой галактики? Соседней с вашей. Как она называется? Так, инзиктоид. Я тебе серьезно говорю. У меня заканчивается терпение. Если я тебе буду... Говорит, что нет названия на вашем языке. Цифры есть? Или что есть? Ну да, цифры. Темная цивилизация? Нет. А как вы сюда залезли, если вы не темная цивилизация? Говорит, что разные есть там цивилизации. Есть агрессивно настроенные в человечестве. А вы? Ну ты же агрессивно настроен, если ты залез в человека. Говорит, что нам нужно это для выживания. Мы еще... Ну ты не можешь. Ты не понимаешь этой меры, где сколько можно отток энергии делать, чтобы человек мог жить и реализовать свои планы. Вы все высосали из нее всю энергию. Она лежит пластом. Она дышать не может. А вы питаетесь. И питаетесь. Пока человек просто уже не сможет дышать. Ты не понимаешь этого? Ты хочешь, я сейчас с твоей подругой... Нет, он это не понимает. Не понимает. А хочешь, я сейчас с твоей подругой начну с каждым ее вздохом, у нее будет отток энергии до 90%. И ты посмотришь, как это будет. Хочешь, я это сделаю. И ты сразу заметишь, как это ощущается. Он показывает, что он может заряжать ее. Кого? Подругу свою. Хорошо. Хорошо. Ты можешь заряжать подругу. Своей энергией можешь заряжать. Хорошо. А если я тебе и ей перекрою, кто будет заряжать вас? Никто. Показывает, что придется выйти. Куда выйти? В глобальный космос. Подзаряжать. Ну, по-любому. Понятно. Ладно, хорошо. Это трата времени. Сколько вы сидели в этом теле, эндзиктоиды? Два с половиной года. Два с половиной года. Хорошо. Буду думать, что с вами делать. И обращаясь к этому беспредельщику, дракону, сколько ты сидел в этом теле? Восемь лет. Восемь лет. Так, дракон, дать тебе еще раз сто тысяч герц. Может, тебе там скучно в клетке? А? Нет, он понял все. Давай, нет, он ничего не понял. Теперь давай рассказывай мне, что ты человеку, вот эту всю ситуацию покажи, когда ты зашел, что ты пообещал, как ты пообещал, что ты дал и что получил. Давай, я слушаю. У тебя сейчас твой последний шанс. Он ей показал во сне, что она сможет лечить руками людей, если примет его. И в образе какого святого ты пришел? Наверное, к которому она молится, да? Ну, он мне показывает, имени нет. Как он выглядит, Вера? И, значит, три проявляется имя, один, два, три. Он как такой, золотом, только по какому-то накидке. И цвет от него идет. Это душа существовала или это чисто губ? Нет, это... Вымышленная, да? Вымышленная. Понятно, он предстал в свете, пришел в белых одеждах, я вижу. Золотых. Золотых, да, восемь лет сидел. Угу, хорошо. Так, объявляю всем программу. Сейчас мы приступаем к реверсу энергии. Все те, кто будет блокировать поток энергии, все, кто будет мешать мне или говорить неправду, будут наказаны. После отдачи вам черной энергии, мы забираем всю светлую назад, после реверса энергии я даю команду, каждый выйдет и достанет из биополя Натальи все, что наставил. После этого я проведу проверку одним миллионом герц. Тот, кто что-то забудет, тот сгорит по каналу одним миллионом или два миллиона герц. Я сразу предупреждаю. Здесь очень часто горстки пепла остаются после тех, которые думают, что мы шутим. Мы не шутим. Мы боремся за душу человека. И это война. Вы это поняли? Да, все поняли. Приступаем к процедуре реверса. И я даю команду тонкой копии Натальи спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной. Низковибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Наталье. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия болезни. Все, что могла она получить от них, возвращается к ним. Один, два, три. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона возвращается все чужеродное. На энергии идут. И вот еще арахноид, он мне показывает. Он у нее сидел на голове, он такое, небольшое тело у него. И вот лапа вот эти, они высокие такие. И тело внизу посерединке. Вот он на голове сидел, и вот этими лапами он ее отворачивал. От чего? От чего, от кого, то, что ему не нравилось. Он ее вот отворачивал, и она, как сказать, не могла с кем-то общаться, не могла делать, что она хочет, потому что ему это не нравилось. И вот он смотрит куда-то, он ее вот этими лапами, как голову, поворачивает. Слушай, арахноид, я вот думаю, я понял, да. Я думаю, не переключить ли тебе на 360 градусов голову, если я тебе сейчас поверну ее? Как ты думаешь, она у тебя выдержит? Ну, у него голова, считай, вот это все тело его. Вот это два глаза и, ну, как говорят, ноги, да, вот как вот, ну, коленки. Да, как клещ, клещ выглядит, да, да, да. Они вокруг него, а вот он там внутри сам. Если он поднимается, он высокий становится. Ну, я могу сделать так, что он поднимется сейчас. Могу уменьшить до молекулы. И к нему какая-то такая, как закрученная такая грязь идет, как кудрявая какая-то черно-серая. Да, агрессивный какой-то арахноид попался. Вообще они все мерзостные твари. Кто придумал эту цивилизацию, я даже не понимаю. Для каких целей? Это же реально паразиты. Люди, вы не представляете, какая это головная боль. Вам ни одна таблетка в жизни никогда не поможет. Он просто разрезает голову пополам, а он сидит и от этой боли питается вами, засунув туда свой клюв. У него инкубатор тоже есть. Я еще инкубатор установил. Ой, арахноид, арахноид. Что мне с тобой делать? Ну, он честно все рассказал. Рассказал честно. Дракону возвращается тоже такая грязная энергия, синяя какая-то. Смесь такая с черной. Усиливаем потоки. До последнего микрона всем назад возвращается. Что у нас там черт с демоном делает? К черту вернулась уже. К демону идет еще поток. Понятно. К черту бледная такая серая шла. А к кому идет живая энергия? Жизни? Интересного цвета. Ну, это от них, наверное, пойдет. Это от них пойдет. Им пока и грязь. Ну, сейчас мы посмотрим, кто больше всех забрал. Арахноид уже чувствует. Вместе с драконом. Здесь кто-то тоже говорит, что чувствует. Все рассказали. Готово. Хорошо устанавливается фильтр золотой ситочки на все каналы. И в порядке реверса. Наталья забирает свою чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее украли, все, что у нее похитили, изъяли до последней капли. Возвращает Наталья себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия. Назад. Усиливаем потоки в 50 раз. До последнего микрона все возвращаете назад. Ну, тут арахноида у нее какая-то энергия белая идет. Такая белопрозрачная, я бы сказала. Пристальная какая-то. Арахноид, какую энергию ты воровал? Признавайся. Ну, вот идет энергия души. Какую-то ее личную. Да. Чувствительную энергию. Я, Арахноид, тебе честно скажу, я себя сейчас еле сдерживаю, чтобы тебя не наказать. Но пока держусь. Сейчас фиолетовая пошла. Много? Ну, идет по каналу. От эндиктоидов? Ну, здесь по чакрам идет. Оранжевая и желтая. То есть человек не мог накопить свою энергию, это как раз те чакры, которые отвечают за это все. Они перекрыли эмоциональную чакру, они перекрыли чакру желтую, которая отвечает за накопление всей энергии, она находится в плексусе. Энди, кто это тебе не кажется, это перебором уже, а? Они очищали место, чтобы поставить свои энергии и свои инкубаторы. Расширить эти места. Посмотри. Понял. Хорошо, посмотри, пожалуйста, что идет к демону с чертом. Там все ушло уже. Что они вернули? Красная энергия отдает демон. Черт вернулся. Шесть интерферентов. Да, дракон, попал ты сегодня, попал, серьезно ты попал. За безмерность твою я тебя накажу сегодня. Ну вот он забирает больше всех, и человеческая энергия здесь. Что ж ты наделал, паразит? Он говорит, что тебя не должно было здесь быть. Меня не должно было здесь быть. А представь себе... Получается, что он делал все, чтобы тебя здесь не было. Это ты мешал человеку связаться со мной? Да, он делал все, чтобы тебя здесь не было. И как? У тебя получилось? Ну, он показывает, что он сидит под двумя печатями. Под какими печатями? Ну, у нас дракона, печать открыта, и ключ на него. Ну, отлично. Хорошо. Хорошо. Дракон, если... Отдали. Отдали. Хорошо. Поехали теперь убирать это все дерьмо. Так, начинаем с арахноида. Арахноид, у тебя есть последний шанс сейчас показать. Потому что ты сожалеешь о том, что случилось. Выйти, достать все до последнего микрона. Если я после проверки хоть малейшую частичку твоей энергетики обнаружу, я тебя сожгу. Ты это понял? Понял, да. Приступай. И доложишь, когда закончишь. Это же касается всех присутствующих. Вы сейчас по очереди будете выходить. По очереди доставать все. Я после этого проведу проверку. Кто обманет? Это будет последнее, что он сделает. Паутиня у меня голова. Я очень хочу, чтобы меня дракон обманул. Очень хочу. Чтобы он мне дал повод. Снял все. Арахноид. Слушай, дракон, а ты не мешал нам сегодня подниматься в астрал, а? Это ты был? Он молчит. Я тебе сейчас сожгу здесь, в этой клетке. Сто тысяч герц удар. Пошел удар дракону. Ну, да, пытался он. И завязываю две головы вместе. Один, два, три. Это тебе за вредительство. За то, что ты посмел на меня поднять свою грязную лапу и на веру. За то, что ты мешал нам. А я сейчас могу тебе двумя миллионами герц сжечь. Хочешь? Остановись, он говорит. Нет, еще. Подожди, еще время не пришло останавливаться. Я тебе скажу, когда. Надолго запомнишь. За все свои восемь лет, которые ты сидел, я тебе все верну сейчас назад. Так, где он забрал или кто у нас это забирает? Арахноид забрал это, арахноид все? Забрал, да. Хорошо. Следующий выходит сейчас инзиктоиды. Достаете все. Не остается ничего. До последнего микроона. Вытаскиваете все, остается, заберете с собой. По-моему, из них всех только адекватные инзиктоиды, мне кажется. И то. В кавычках. Не кивает тебе. Хорошо. Они какие-то шары вытащили из двух тел. И потом как насосами что-то откачивают. Жидкость. И вот ее тело, оно сужается. Ну, конечно, сужается из-за этого. Так, а кто был ответственен за то, что человек поправился? Кто его там? Они? Да, это они вот этой жидкостью накачали. Накачали. Хорошо. Значит, человек похудеет после чистки. Ничего не оставляйте. Ничего не забывайте. За два с половиной года можно было и забыть что-то. Можно и забыть. Но я этого не прощу. Поэтому говорю, смотрите внимательно. Они говорят, что это не в наших интересах. Нам это очень важно. Абсолютно верно. Тем более. Просто мы встречались с прутами, которые то же самое говорили. И поэтому мы все проверяем и всех проверяем. Вот. Спруты лживые твари, они всегда оставляют, кидаются. Всякими присосками своими. Даже когда мы их отпускаем безболезненно, они все равно на выходе кидают. Единственное, что они забывают, что я могу их притянуть назад. Они, знаешь, достали даже какой-то свой сканер и просканировали. Правильно сделали. Хорошо. Они первыми и уйдут. Готово. Хорошо. Так. Выходит демон с чертовом мести и достает все, что они оставили. Ну, вот накидку он снял уже. Пусть проверит. Черт снимает. Ну, понятно. Если не хочется уйти без рогов. Как сегодня уже двое были. Какие-то ленты с нее снимает с поясницы и ниже на ноги. Раскручивает ленты красные. Сдавили полностью тело помято. Какие тела? Красное тело. Руки. Ну, и гольф какие-то такие красные. Готово. Хорошо. Отлично. Так. Где мы с чертом вышли? Арахноид. Инзиктоиды забрали. Так. Арахноид у нас забрал. Остается дракон, да? Да. Так, дракон. В тех же интересах все достает с этого биополя. Один, два, три. Вышел. И достал все. Безболезненно. Если ты хоть какую-то рану тонкому телу нанесешь. Я тебе такие раны нанесу, ты не поверишь. А он плечко какая-то, насадка что ли, снимает. Крепление это. Которое пределы все сковывает. Вот оно. Пластейно достает из синего отдельно. И еще, знаешь, как в области сердца, как штырь такой достает на все три тела, которые шел. Один. Готово. Хорошо. Так, все забрали, да? Подхожу сейчас и даю команду скейнеру. Скейнер начинает сканировать все семь тонких тел на талии. Находит любые чипы и датчики, импланты. Загарается ярко-красная лампочка. Загарается ярко-красная лампочка. Над ответственным в клетке 1, 2, 3 скейнер сканирует полностью все семь тонких тел. Все находит, все обнаруживает. Малейшие частицы, если остаются, загорается ярко-красная лампочка. Но у нее вот эти три тела, в которых сидел дракон, там есть еще его энергетика, то есть ее рассинхронизировать надо. И я даю команду на рассинхронизацию энергии Натальи и синего дракона. Наталья сейчас начинает рассинхронизацию по моей команде на счет 3. 1, 2, 3. Дракон забирает свою энергетику. Наталья забирает свою энергетику. Проходит полная рассинхронизация с силами его намерения. Да будет так. А так есть. Да. Готово. Все чисто у нее. Все чисто. Хорошо. Так, все забрали, все подхожу к Наталье, кладу руки на плечи и мощнейшим ударом 200 тысяч герц сжигая все каналы превращаются в пепел. 1, 2, 3. Удар. Готово. Отлично. Так, инзиктоиды готовы уходить? Да, готово. Больше в это тело вы что сделаете? Не придут они больше. Абсолютно правильный ответ. Открывается наверху портал на частоте инзиктоида. 1, 2, 3. И два инзиктоида уходят на одну частоту. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. Забирает все, что с собой принесли. Готово. Хорошо. Демон с чертом готовы уходить? Готово. Арж, на одну частоту вас отправлять? Или каждому свою? Демон просит лярву у тебя. На что он мне за это даст? Расскажи какой-то сильный. Давай, бери. Разрешаю. На спине лярвы. Забираю все. Все лярвы. Только чтобы ничего там не оставалось. Полностью все забираю. Полностью на спине и на голову переходит лярва. По позвоночнику. Кошмар. Пусть все заберет. Забрал. Мы готовы его отпускать вместе с чертом? Да, он готов идти. Отлично. Хорошо. Открывается портал сейчас. На частоте демона. 1, 2, 3. И демон вместе с чертом уходит на одну частоту. 1, 2, 3. Закрывая, печатая, растворяя. И ставим генную пентаграмму. Хорошо. Так, эти ушли, эти ушли. Арахноид у нас остается. Арахноид, ты хочешь еще раз зайти в это тело? Встретиться со мной? Нет, он не хочет. Хочет идти. А почему? Отлично. Хорошо. Значит, ты больше в это тело никогда не придешь. Если тебя замечу. Если ты ее еще раз увидишь, беги от нее. Беги. Если она мне позвонит и скажет, у нее болит голова, я тебя найду. И сожгу. Ты хочешь этого? Нет, он не хочет. Хорошо. И открывается наверху портал на частоте арахноида. 1, 2, 3. Против часовой стрелки. Арахноид уходит на свою частоту и забывает дорогу назад. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. И у нас последний остался. Самый главный виновник нашего торжества, отсосавший больше всех своих энергий. Так, я хочу какой-то сатисфакции, удовлетворения. Он говорит, ты уже поиздевался надо мной, развяжи мне голову. Развязывай ему головы. 1, 2, 3. Ну, а росте, я не знаю, о каком росте ты говоришь. Сейчас нормально выглядишь. Ты не помещался в клетку, сейчас помещаюсь. Все хорошо. Я тебя вижу метр высотой. Все нормально. Чего тебе не нравится-то? Слушай сюда, дракон. Я тебе скажу следующее. Один единственный раз. Если ты надумаешь мстить ей, в меня ты не залезешь. И не в веру не залезешь. Я зажгу сразу. Но если ты ей надумаешь мстить, это будет твое последнее действие. Если ты еще раз попытаешься войти в ее биополе, я тебя сожгу. Порежу на части и отправлю на твою чистоту, как положено. Только по частям. Ты это понял? Да, понял. Если ты еще раз подумаешь даже об этом, я узнаю. Я тебя тогда накажу по-настоящему. Готов уходить? Да, выпусти меня. И возвращаем ему его первоначальный рост. Один, два, три. Мы благодарим тебе. Открывая портал на чистоте синего дракона против часовой стрелки. Один, два, три. Забирает все, что с собой принес, уходит на свою чистоту. Никогда больше не возвращается. Он нашел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok